Добро пожаловать на нашу лекцию. Поддержать талантливых профессионалов этой индустрии, которые стремятся к созданию лучшего дизайна на нашем сайте. Вы можете проголосовать за лучший дизайн-проект. До 6 ноября будет продолжаться голосование, поэтому голосуйте, пожалуйста. Итак, давайте начну я с того, что представлюсь. Меня зовут Энгус Коуин. Я преподаю в британской школе искусства и дизайна. Я из Шотландии. И иногда меня чрезвычайно удивляет вообще, куда меня жизнь привела. В 79-м году ребенком я представлял себе будущее совсем по-другому. Сейчас я вот смотрю в экран, вижу маленькие картинки, вижу самого себя и смотрю людям в глаза и разговариваю с людьми дистанционно. И, кроме того, физически я был усилен физически. Я вообще имею все еще инвалидность, но теперь я киборг, собственно говоря. Я бы, скажи мне об этом, когда я был ребенком, никогда бы не поверил. На самом деле жизнь сейчас кажется проектом спекулятивных дизайнеров. Давайте продолжим нашу презентацию. Простите, пожалуйста, сейчас надо кнопочку нажать. Итак, давайте подумаем о дизайне. Чем вообще занимаются дизайнеры по работе? Традиционно у них три работы. Они что создают? Они решают проблемы, создавая нечто. И, конечно же, генерируют доход для компании, на которую работают. Все просто. Так примерно это все и выглядит, как нам кажется. На самом деле, и мы об этом редко говорим студентам, дизайнеры просто зарабатывают и больше ничего. Директору компании, как правило, совершенно не важно, как дизайн решил проблему. Им важно, принесло ли им деньги. Что понятно. Когда мы преподаем нашим студентам дизайн, мы, как правило, вводим их в мир дизайна, рассказываем, что дизайн – это хорошо, что мы улучшаем жизнь людей, что решаем проблемы. Иногда так оно и есть. И это так и должно быть. У любого студента это в сердце. Они в это верят. Я надеюсь, что они в этом будут верить до конца жизни. Вот хороший пример, кстати говоря. Хороший дизайн, интересный дизайн. И его создал один из моих студентов. В рамках своего исследовательного проекта. Как возбудить любопытство в людях с неким изделием? Вот как мой вопрос он отвечал. Ну, давайте посмотрим с исторической перспективы, чтобы мы поняли, откуда взялся спекулятивный дизайн. Ведь один из самых частых вопросов, который возникает при этом обсуждении – а не просто ли это искусство вообще? Я бы сказал так. Первый ощутимый пример спекулятивного дизайна разработал Норман Белл Геддис в 1939 году. В рамках выставки в Нью-Йорке «Футурама» 1939 года это был павильон на выставке, организованной General Motors. Белл Геддис создал очень провокационное и кричащее, утопическое выражение будущего. Ну, вот вы видите, тут люди смотрят на теограмму. Что мы тут видим? Ну, многие аспекты нам знакомы. Шоссе, повороты, небоскрёбы, высокие здания. Здесь нам многое знакомо по сегодняшней жизни. Но Геддис кое в чём ошибся. А в чём? Извините. Он не понял последствий своего видения. Я убеждён, что Геддис верил в эти три предпосылки. Дизайн хорош, дизайн улучшает жизни, лишает проблемы. И он старался всего этого добиться. Но вот последствия, последствия его решений, дизайнерских решений, вот какие. И мы их сегодня видим. Смог, загрязнение в большинстве мировых мегаполисов. Почему? Потому что в центре вот этого видения, вот этой философии находился двигатель мутреннего сгорания. General Motors. Помните, кто организовал выставку. Вот они последования. Последствия. Он не знал об этих последствиях, и это может приводить к катастрофам, как мы видим. И в истории дизайна из примеров такому множество. И Геддис, я считаю, не виноват ни в чём. Я считаю, что это результат того, что тогда у них не было определённых знаний. Это были представления того времени. Они многого не знали. Посмотрим на другие проекции. Если дизайн выходит на новую высоту, очень часто есть конкретный человек, который создаёт этот проект. Очень хороший пример это проект Киберсин в Чили. При президенте Савальдори Альенде с 71 по 73 год до сентября 73 года он был президентом. Существовал такой проект, возглавляемый британским консультантом, менеджером-консультантом Энтони Стаффордом Биром. Он был социалистом, и ему идеи чирийского правительства приходились. По душе, соответственно. он стремился создать демократическую и автономную систему, не как в Советском Союзе, не командную экономику, а освободить рабочих, дать им автономию и создать такие системы, которые могли бы адаптироваться к изменениям в индустрии или в цепочках производства. Поражает, чего они достигли. Действительно, они создали сложную систему, компьютерную систему, которая рассылала сообщения по всей стране, отлавливала существующие проблемы в 150 индустриях различных национализированных индустрий. Работа велась очень быстро, очень агрессивно. и он потратил много времени на это. Он поехал в Чили, он лично помогал проекту, лидерал за ним. И в начале 1973 года проект уже, собственно, дошел в первую фазу и действительно был реализован. В частности, они использовали для того, чтобы бороться с забастовками водителей. Но затем встречался устрашний переворот в 1973 году. Альенде совершил самоубийство. Его режим пал и пришел Пиночет. Наследие этого процесса чувствуется очень сильным и прежде всего в дизайне. Язык дизайна создан тогда, созданный, а они очень были заинтересованы в самом современном дизайне. Так вот, тот язык, который они создали, все еще с нами. Оказался очень живучим. Если мы посмотрим на историю спиктивного дизайна сегодня, это достаточно очевидно. Очевидны следы той эстетики. Я думаю, что вы согласны, это научная фантастика, в общем-то. Одиссея космическая кубрика очень похожа. А что в Италии происходит? А в Италии в это же самое время Адольфо Адольфо Наталини и Кристиано Торуалдо Ди Франче в 68 году, а точнее в 66 на самом деле, они создают движение анти-дизайн. Создают две студии Суперстудио и Аркизум. они были радикалами от дизайна. Виджиланти, как это называлось в Италии. И действительно, это было радикальное движение. В конце 60-х годов в Италии и до 80-го года это движение процветалось. Затем возникает мемфисовское движение дизайна, которое с этим связано. И возможно, это очень мощная эстетика, безусловно, это очень мощная эстетика, которая зародилась в рамках анти-дизайна. Они отвечали на коммерциализацию дизайна, на безработицу и выступали против нее. Они считали, что индустрия находится в стагнации. И сейчас вот это движение, то, что они превратили свои изначальные проекты в вожделенный, собственно, дизайнерский объект. Как они себя проверяли? Ну, они устроили выставку и на этой выставке назывался на суперархитектуре. И они опубликовали манифест к этой выставке. Этот манифест выступал против глобализации, потребительства. они выявляли несправедливость в обществе, ошибки и выступали против них. Глобализация приводила к размыванию местных культур, и они критиковали, разумеется, эту ситуацию. в рамках эта критика воплотилась в проекте Металлокус. Металлокус, мне сложно это произвести, идея была в чем? Глобальная архитектурная структура для всего человечества. Это был своего рода комментарий к тому, что происходило, к росту населения мирового, глобализации и прочим процессам, а также к проблеме перенаселения. Идея Металлокуса это едино, здесь бы жило все население планеты, а все остальное природа очистится и оздоровится. Идея в том, чтобы природа могла восстановиться, зажить снова, и, конечно же, такие здания никто не построил, это, собственно, есть спекулятивная архитектура таким образом. В то же самое время в рамках проектов Аркизума стали выпускаться некие изделия, например, предметы мебели, но на самом деле это было не самое главное в проекте. Они интересовались тем, как дизайн влияет на внутреннюю структуру зданий или зданий, которые они себе воображали так, чтобы его можно было моделировать и повторять, объединяя с некими природными элементами, вписывая в природу. Они думали также об внутренних структурах своих гипотетических зданий, гипотетических домов. и особенно их интересовало, как наша жизнь изменится в таких домах. Ну вот, представляешь, вот это вот местная парковка, как они себе представляли, где люди могли спать. Это очень демократичное пространство своего рода. В общем, это не однозначный, конечно, очевидно, проект, но он показывает нам новый вид жизни. Итак, 90-е годы. К чему мы пришли? Возникает дискурсивный дизайн, спекулятивный дизайн. Они воплощают в себе сочетание всех радикальных движений в дизайне. дискурсивный дизайн создает дискурс, описывая, что происходит в индустрии, что происходит на всей планете, собственно говоря, сегодня. Позвольте показать некие проекты, чтобы вам лучше было понятно, о чем вообще лечь идет. как и всякий дизайнерский проект, в отличие от всех остальных, у спекулятивного дизайна может быть смоделировано как модель конвергенции и дивергенции, схождения и расхождения. Вот проблема, вот решение. Проблема может сходиться и расходиться, а ее можно открывать, определять, развивать и решать. Искусство это всегда индивидуальное воплощение художника. Дизайн и спекулятивный дизайн или вообще любой радикальный дизайн, любая радикальная дизайнерская практика. Мы можем себе представить, что дизайнер работает в рамках знаний. Он основывается на знаниях, на практиках, на существующих трендах, на существующих технологиях. Вот в рамках такой модели это то, что сейчас происходит по факту. Если дизайнеры, как продукт-дизайн часто делают, вступают на неизведанную территорию, мы всегда понимаем, что, собственно, происходит, мы можем это использовать. Но когда мы проходим и разрабатываем стратегии, возникают новые проблемы, нам приходится разрабатывать новые стратегии, мы можем, используя то, что мы знаем, выстраивать новые пути в неизведанные территории, чтобы прийти к некой цели. Может быть, мы хотим создать какой-то продукт, может быть, мы хотим что-то сделать с этим проектом. В BMW, например, очень часто остановляют, могут сформулировать видение на сто лет вперед. И вот это спекулятивное видение может быть. Единственная цель объединить всех, всех и каждого внутри компании, объяснить, что нужно делать и включить их в единый проект. Это как путеводная звезда, мы как маяки плавают по звездам, так это видение на сто лет вперед может быть путеводной звездой для дизайнеров, которые потом воплощают их в реальных продуктах для того, чтобы наконец-то реализовать эту цель. Это не всегда случается. Конечно, BMW, например, я должен вам напомнить, что похоже изменяются технологии, изменяются условия, и видение в итоге меняется, адаптируется, его сложно поддержать на сто лет, оно не статично. Это видение, разумеется, меняется, эволюционирует, но очень часто им удается достичь за десять лет того, что они написали на сто лет. Но спекулятивный дизайн работает с проблемами, которые гораздо дальше от нас во времени. посмотрим на это, как на любой дизайнерский проект. Проблемы, решения, определить проблемы, чтобы их решить. Но есть проблема. Спекуляция. Когда мы спекулируем, понятно, что мы не можем выявить проблему, мы не знаем, какие они будут. И вот в условиях этой неопределенности работа очень сложная. И она длится достаточно долго. в результате путь к цели становится размытым, непонятным, да и сама цель становится непонятной и растут проблемы. Очень любопытно. Спекуляция и спекулятивный дизайн, как он решает эту проблему? Мы в самом конце уже установлено видение, в некой конечной точке решения, а затем от этого решения, от этой конечной точки идем разматывая назад. Вот это я хотел бы посоветовать всем дизайнерам. Вы начинаете с большого видения и начинаете шаг за шагом двигаться от него назад, а затем в начальной точке вырабатываете стратегию, чтобы дойти до видения. Как я уже упомянул, в чем тут фундаментальное отличие? Спекулятивный дизайн может идти дальше в будущее, гораздо дальше, чем традиционные дизайнерские практики. И он может быть частично коммерциализирован. Я бы сказал, что дизайнерской практики не существует дизайнерской практики для сегодняшнего дня, они все для будущего, но только надо понять масштаб этого будущего. и какая у нас точка назначения, куда мы идем. Что касается будущих, какие вообще бывают будущие? Давай попробуем посмотреть, какие виды бывают, чтобы с ними работать. Вот все возможные будущие. Здесь это самая широкая перспектива. Предсказать будущее мы, конечно, не можем, но основываясь на то, что мы знаем на технологиях, на знаниях трендах, на знаниях окружающей среды, можем предсказывать будущее, но это довольно сложно. Да, вот в 70-е годы вон чего мы предсказывали. Если мы посмотрим на загрязнение, и кто больше всего загрязнил, окей, может быть, сто лет назад люди не понимали, что это загрязнение, три раза, триста лет назад это было непонятно, а триста лет назад мы еще были экологическим устойчивым обществом, преиндустриальным обществом, было бы сложно предсказать последствия наших действий, естественно, они не могли это предсказать, то есть здесь мы говорим о пространстве возможного будущего, собственно говоря. вероятное будущее, это другое, а еще возможны и предпочитаемые будущие, вот предпочитаемые будущие должны включать в себя все три зоны и возможно, вероятное и менее вероятное. в сложных системах эволюция невозможна, если существует стагнация, и стагнация ситуации эволюцией быть не может. Если природа не сбалансирована была бы, то эволюция была бы невозможна. Вот так мы можем говорить о будущем. Возможное будущее наиболее вероятно, но вот предпочитаемое будущее это будущее, где происходит создание чего-то нового, и вот к нему следует стремиться. Спекулятивный дизайн, как связан с тем, о чем я сейчас говорил. Из манифеста Дэни и Рабиса 2013 года, это манифест о спекулятивном дизайне, мы можем противопоставить стандартный дизайн, традиционный дизайн, можно по-разному называть, и критический дизайн, а это обычный индустриальный дизайн, решаются проблемы, нечто утверждается, дизайнеры каждый день занимаются именно этим, для того, чтобы зарабатывать себе на хлеб. И такой дизайн побуждает к потреблению, побуждает людей покупать. Критический дизайн, это другое дело. Он ищет, выявляет проблемы, задает вопросы, а каким мог бы быть мир, заставляет задуматься. Что еще здесь интересно, чем более нестабильную, непонятную территорию мы приходим, тем больше нестабильности, больше нового, чем важнее думать именно так, именно в этой парадигме. Ну, например, если посмотрим на А, решений мы тут не найдем в рамках парадигмы А, если мы будем думать вот таким образом. Если, напротив, мы примем спекулятивный способ мышления, спекулятивный способ мышления, мы можем создать новые революционные решения сложных, чрезвычайно сложных проблем. дискурсивный дизайн решает эту задачу вполне позитивно. Вот эта вот картинка из Тайваня. Это эскимо из загрязненной воды. В Тайване мало питьевой воды, существует проблема, и группа студентов создала этот проект, чтобы люди задумались о том, куда идет вода, и что с водой делают, и как они относятся к воде. Они собрали воду из разных мест в Тайване и сделали вот эти эскимо из загрязненной воды, и вот так их выставили. Очень хороший проект, с моей точки зрения. Это дискурсивный дизайн, очевидно. Комментарий к реальности заставляет задуматься, как мы можем изменить ближайшее будущее. Проект Toaster Томаса Твейтса. Это очень хороший тоже пример дискурсивного дизайна, заставляющего нас задуматься о потреблении, как мы потребляем при помощи электронных приборов. в Лондоне выступая, он, комментируя свой проект, он сказал, что он создал тостер, он купил самый дешевый тостер на 5 фунтов, и он хотел создать такой тостер из нуля. Он взял руду, металл, создал пластик, все с нуля, добыл эту руду, потом он расплавил медь, все сделал с нуля. тостер работал 11 секунд, а стоил он 1128 фунтов и 16 пенсов, если я не ошибаюсь. Невероятно дорогой неработающий тостер. Да. Он просто пытался создать то, что только что купил из магазина. Заставляет задуматься о ценностях, используемых товаров и о том, как мы их выбрасываем. Чем больше мы занимаемся перезаработкой мусора, тем меньше задумываемся об этом. Пять лет назад, например, в Нидерландах, Нидерланды являлись крупнейшим производителем мусора на душу населения на планете. не потому, что голландцы грязные и разбрасываются мусором, а просто потому, что Голландия, в Голландии прекрасно работает переработка мусора. То есть мы перерабатываем и считаем себя невиновными. Я не имею в виду, что мы не должны это делать. Я просто задумываюсь о том, как это влияет наша психология. Это у нас Энтони Данн и Дон Раби. Это они учатся, они здесь в Нью-Йорке изображены. Они стояли у истоков создания современного спекулятивного дизайна. Они писали прекрасную книгу, спекулируя обо всем и сейчас давайте посмотрим на их работу, на их работы. Может, вы ее видели? Может быть, это самые известные спекулятивные дизайнеры на сегодняшний день на Земле. Итак, Кюн и Раби используют тенденции времени и самые прорывные технологии для того, чтобы подумать, а какими будут технологии будущего для того, в условиях антиутопии, скажем так. Это очень часто происходит на самом деле. Большинство создаваемого будущего почему-то мутирует в антиутопию. Может быть, это потому, что мы видим вокруг себя. Я не имею в виду, что любой спекулятивный дизайн это антиутопия. Гейл Белл Гейдис безусловно не был, не создавал антиутопию, как мы видели в начале презентации. В рамках этого проекта Дун и Раби что сделали? Они представили себе будущий мир, где из-за перенаселения и нехватки ресурсов людям приходится пытаться охотиться за едой, потому что очень мало ресурсов. Им приходится работать, чтобы хоть что-то добыть. И они представили себе некое количество продуктов, которые работают на основе генетической инженерии во внутренностях людей, чтобы и так люди подвергаются генетической модификации для того, чтобы они могли питаться биоматерией вот такого рода. И вот они представили себе о каким будут такие проекты, такие продукты, которые позволили людям питаться. основанно на существующей технологии. Я надеюсь, что будущее наше, конечно, будет не таким. Но очевидно, что тут есть пища для размышлений и для дискуссий. А это проект микрокоролевства Великобритании. Четыре микрокоролевства, скажем так. с различным моделем управления. Мне кажется, что их создали техноанархисты. И в каждой такой культуре каждая культура отличалась радикально от других. И Дон и Раби представили, а какие технологии могли существовать таких обществ? Это биомашины, например, в рамках этого проекта. Посмотрите, очень интересный проект. Там много разных идей и много разных предметов, объектов. Когда вы смотрите на примеры работы спекулятивного дизайна вот так вот на такой выставке, конечно же, мы смотрим на них как на арт-объекты, но вот когда вы их связываете друг с другом, связываете их именно с дизайном и с дизайном как действием, отчасти это более интересно, потому что оно вписано в ощущаемую реальность, а искусство, но скорее эфемерно, оно менее связано таким образом с обществом, с реальностью, вот так вот кажется более реалистично. Еще один дизайнер, который работает в русле этого движения, это Revital Coin, он обращается к этике, и здесь у нас опять же отсылка к современным технологиям, мы используем постоянно животных в хирургических операциях, мы улучшаем наше тело при помощи животных, у меня на пиратцу пересадили часть сердца от фенги, но когда речь идет об этике этого процесса, вот тут надо задуматься, мы что занимаемся генетической модификацией животных для того, чтобы защищать свое движение, а будет ли у нас какое-то, какие будут это последствия, если мы, например, удлиним продолжительность своей жизни, используя вот эти органы от животных, безусловно, это приведет к пельнаселению, не приведет ли, ведь население жизни самого по себе никогда не будет выше 11 миллиардов человек, поскольку люди рождаются и умирают, но если заниматься генетической модификацией, вот это уже другой вопрос, и что случится в условиях капиталистической глобальной экономики с таким процессом, это очень глубокий вопрос, о которых вы не задумываетесь, когда просто смотрите такие картинки. Дизайн фикшн и дизайн повествования это нечто другое. Дизайн повествования то, в рамках чего существует дизайн. Он часто бывает более провокативным. Вот это вот работа Патриши Пицценини Грахам. Что такое Грахам? Грахам представляет эволюцию человека, предсказаем. Это не дизайн сам по себе. Грахам эволюционировал, чтобы пережить автомобильную катастрофу. Причем это не дизайн, это процесс эволюции, скажем так. Это комментарии к нашему отношению с автомобилем, с окружающей средой и вообще к нашей жизни, как мы ее живем. Если мы долго живем с каким-то конкретным объектом, как машина, он влияет на нашу физиологию, на наше тело. Вот это любопытный очень вопрос, и я думаю, что это не может ни волновать, ни поражать. В СМИ сейчас очевидно, игра в кальмара из Нетфликса, наверняка вы слышали, может, вы смотрели, там очень много насилия, это очень антиутопическое научное фантастическое произведение. И нам действительно так кажется, да, то, о чем был сериал «Черное зеркало», все больше и больше напоминает нашу реальность, и часть из этого действительно уже воплотилась в реальность. Поэтому нам нужно очень аккуратно вычерчивать границы. Необходимо сохранять оптимизм, задать вопрос, а как сохранить оптимизм особенно, если речь идет о дизайне, дизайнерах. Потому что возникают ситуации прямо у нас на глазах, в которых в новостях пишут какие-то антиутопии, ближе к антиутопии, собственно, художественная литература. Я родился в 70-м году, и за мою жизнь возможно, я не уверен, возможно, я не уверен, но возможно, человечество уничтожило 60% животных на всей планете. Не уверен насчет цифры, но похоже, что так, 4 из 5 девушек не хотят заводить детей, потому что они слишком обеспокоены о ситуации украшающей среде. А вот что происходит в Глазго, да, вот, мировые лидеры встречаются и пытаются объяснить, пытаются обсудить, а как температуру, сдержать рост температуры, не обсуждают, что мы уже, по сути, уничтожили планету, что с этим делать? Конечно же, парниковые газы уничтожают планету, безусловно, глобальное потепление, это отстает от реальных выбросов на 30 лет, это еще не считая метан. И мы видим, что происходит сейчас в Сибири, происходит ужасная ситуация, разрушается вечная мерзлота, и это просто катастрофа для местных жителей. А что еще? Креативные индустрии обесцениваются правительством, я имею в виду конкретно в данном случае британское правительство. Пандемия, пришла пандемия, и что этим следовано? Призывают людей, работающих в сфере искусства, меняться, переобучаться на что-то более полезное, скажем так, в кавычках. Это ужасно. Это ужасно, особенно для человека, который, как я, учат людей в творческих профессиях, потому что они используют то самое мышление, которое привело к сегодняшней ситуации. Если они не изменят свое мышление, то мы никогда и не уйдем от существующих проблем. Я думаю, что это чрезвычайно важно. студенты могут комментировать в дизайн-школу. Опять же, о чем, что внушают студентам в дизайн-школу? Дизайн-школу должен быть хорошим, должен улучшать нашу жизнь, должен решать проблемы. Происходит полное обесценивание этих целей, этих мечтаний. Это просто неуважение. Как вообще обучают дизайнеров? Очень важно, что испытывают студенты, дизайнеры в процессе обучения. Когда я задумался об этом и задался вопрос, а как работают университеты и конкретно университеты, готовящие дизайнеров, очевидно, что стандартные традиционные модели похоже для будущего, причем для близкого будущего уже не работают. Многие здесь не работают уже прямо сейчас. И очевидно, что адаптироваться к тому, чтобы измениться и решать вопросы, которые и проблемы возникнут в будущем, она точно не способна. Нам нужно задуматься о том, как мы обучаем молодежь. сегодня мы их обучаем стать работниками и зарабатывать деньги. Понимаю, экономия есть экономика, людям надо есть что-то, но какое будущее мы построим на этой основе? Что из этого получится? Вообще, когда дизайн... прибыль в дизайне должна быть переопределена. Я обожаю работать с молодежью, но всякий раз, когда я работаю с молодежью, я вижу, что когда они живут вместе с людьми, для которых они создают свои проекты, им уже становится неинтересно про деньги. я думаю, что в идеале так бы и должно быть. Почему так не должно быть? Потому что вот то мышление, о котором я говорю, привез вот сюда. Дизайн это про продажу, про рынки. Дизайнеры создают большинство загрязняющих механизмов, именно дизайнеры, которые разрушили окружающую среду. они уничтожают планету, уничтожают окружающую среду, и ответственность за это во многом лежит на дизайнерах. А корпоративная социальная ответственность не существует, это оксимарон на самом деле. Нужно расти, чтобы создавать. Если нет коммерческих лишений, значит не может быть роста. То есть ответственность корпоративной в принципе не может быть. Гилону Маску интереснее улететь с планеты, чем спасти ту, на которой он родился и жил. Я сам преподаю и я говорю со знанием дела. Я работал в школе механической инжинилии в университете Данди и вот читаю я лекцию, 200 студентов меня слушают вот в такой примерно на аудитории и примерно 70% спят или в телефонах копаются. Делают все только чтобы тебя не слушать. Я посмотрел на это и радикально изменил свою манеру преподавания. И к счастью меня поддержали приезжало мое начальство, которое позволило мне создать лабораторию и лабораторию с экспериментальной ветвиной турбиной для того, чтобы я мог проводить эксперименты для студентов. Вообще надо задуматься об этом более глобально, потому что образование у нас связаны руки, по сути дела, ведь университеты могут измениться. Есть некий цикл, трехлетний цикл. Вы что-то изменяете, затем студенты требуют изменения, они хотят изменения прямо сейчас. Но университеты не могут так быстро адаптироваться, потому что университеты работают по старой модели по-прежнему. И эта университетская модель, по крайней мере в Великобритании, это империалистическая модель по сути своей. Что это означает? мы не относимся к студентам как студентам, мы относимся к ним как клиентам. И я не говорю сейчас о частном образовании, государственном, я говорю о государственных университетах и обыкновительных университетах в том числе. Это ужасно. Когда я отвечал за принятие новых студентов в университете много лет назад, мне тогда сказали, что я должен принимать только англичан и иностранных студентов, потому что они больше всего оплатили. То есть шотландские студенты гораздо меньше, у них был гораздо меньше шанс стать дизайнерами. Меньше, чем даже у иностранных студентов. разумеется, эта модель существовала до пандемии и, вероятно, постпандемии никогда не будет. Я думаю, пандемия просто с нами, COVID-19 с нами и будет всегда с нами. И новые пандемии тоже придут. Никаких сомнений. Мы же так работаем с крошечной средой, обезлесивание, уничтожение новых видов, и новые вирусы очевидно будут возникать в этом контексте. Но любопытно вот что. Изменения действительно начались и пандемия делает нас более адаптивными, сделали нас более адаптивными. Как выглядит университет? Какова его структура? Она не изменилась, эта структура. Но что изменилось? Изменилась работа наша в рамках этой структуры. И думаю, что она изменилась в принципе к лучшему. Хотя, конечно, локдаун никому не нравится. Но если мы задумаемся об этом более широком контексте, мы можем понять, как нам перестраивать университет к лучшему и преподавание в университете к лучшему. В университете мы называем, возникает странная, нелогичная ситуация. Столько технологий, технологий университетам не нравится изменяться. Нравится традиция, всякие мантии, всякие университетские традиции. Хороший пример это когда я преподавал в департаменте механического инжиниринга, там некоторые преподаватели преподавали по 70 лет. Они, конечно, не хотели меняться, очень не хотели меняться, но при этом они хотели новых технологий. И в правительстве точно так же происходит. Если мы посмотрим на британское правительство, они не финансируют искусство, они вместо этого финансируют технологии. То есть мы переходим от креативности, от творчества и тяготеем к технократическим решениям. Это ошибочно, абсолютно ошибочно. Нам нужно и то, и другое, технологии и искусство. Они могут и должны работать вместе. Потому что нам нужно работать вот с чем. Мои студенты, которым предстоит на рынке труда будущие 20 лет работать, им придется работать с проблемами, которые мы им оставили, и наши бабушки, и дедушки. И это не просто решить эти проблемы, это такие проблемы, чрезвычайно серьезные, сложные проблемы. И причем их решать, причем нельзя совершить ошибку. Если совершишь ошибку, проблема просто останется. Это так называемые злобные проблемы, если сказать. И для решения таких проблем очень сложно создать прототип и какое-то рабочее решение. Правительству совсем никак не справиться, вот уж точно. И университетом с этим неправильно учитывая, если только университеты не изменятся коренным образом. Дэвид Стэнли написал очень любопытную книжку альтернативные университеты. И писали очень хорошие. Особо лицензии на нее не писали. Прежде всего с точки зрения наследия традиционных университетов. Что такое спекулятивный университет? Уж во всяком случае в области дизайна. Я ведь здесь выступаю с точки зрения дизайна. Я учу дизайну, я дизайнер. Это моя колокольна. Что нужно делать? Необходимо разобрать существующую структуру, собрать ее заново. Это происходит в Дании, в общем-то, пилоты Киос. Я бы сказал, что это недостаточно, потому что происходит в Дании это недостаточно. Здесь в этой книжке предлагаются некоторые модели будущего для спекулятивных университетов. Вы здесь видите, и я хочу поговорить о самых интересных проектах, которые возможно действительно воплотятся в будущем. Почему это любопытно? Если мы посмотрим о том, что происходит в образовании, очевидно, что существуют параллели между... очевидно, что когда что-то решаешь, нужно посмотреть на то, как дизайнер исторически развивался и как он может изменяться дальше. Если мы смотрим на то, как меняется образование и научная деятельность, очевидно, что происходит нечто новое в глобальном масштабе. если мы видим такое огромное количество глобальных изменений, это ведь непросто. Эрвин и Косвин и Токвайз разработали эту концепцию. Меня посчастливилось с ними работать в университете Данди несколько лет, и они разработали теорию переходного дизайна. Что такое переходный дизайн? Он в определенной степени похож на спекулятивный дизайн. Мы предлагаем некое желаемое будущее, а затем от него, как я рассказывал, идем назад к краткосрочной перспективе, а затем уже разрабатываем конкретные шаги, которые могут быть предприняты для того, чтобы это видение воплотить. В чем здесь отличие от спекулятивного дизайна? Переходный дизайн работает с реальными проблемами, реальными решениями, а спекулятивный дизайн разработает дискурс возможных решений к возможным проблемам. Я думаю, что нужны и такие, и такой дизайн, и такой дизайн. нужно изменить подход к работе, используя обе эти концепции. Как учатся студенты, в том числе и на моем опыте? Эта фотография где-то в 2005 году, наверное, была снята в Данди, в университете. Там были прекрасные социальные программы, посвященные преступности в городе. Студенты работали вместе, бок о бок с полицией и с местными организациями для того, чтобы при помощи дизайна создать решение этих проблем в бедных районах Данди. Когда я об этом задумываю, я понимаю, что студенты поняли эту проблему гораздо глубже. Причем ниже не за деньги, это, естественно, не за деньги делают. Они прежде всего были сконцентрированы на проблемах общества. Они хотели сделать общество лучше. Они хотели... Это отвечало их внутреннему стремлению юных дизайнеров. Я думаю, что вот это особенно важно, потому что тогда можно эту оптимистичную струю придать образованию в области дизайна. Как эти студенты... Если мы думаем о будущем, мы ведь должны студентам учить их с оптимизмом. Дизайн и мышление должны быть основаны на оптимизме, очевидно. А как это еще можно сделать? Ну, может быть, холистическое образование здесь тоже может подходить для того, чтобы понимать процессы в целом. Из студентов, которые действительно выделялись хорошо, из них были прежде всего большое количество студентов, студентов, которые уже какое-то другое образование до этого получили. Потому что у них уже был общий опыт, конечно же, уже какие-то знания, но у них есть и другая некая сфера образования и сферы деятельности, с которой они знакомы. И, безусловно, это хороший план, потому что сейчас у нас программы высшего образования дополняют друг другу. Какие тут могут быть последствия? Я думаю, что последствия могут быть чрезвычайно интересными и плодотворными. вот на этом хористическом уровне вполне возможно возникнут новые решения для самых сложных проблем, с которыми мы сталкиваемся. Очевидно, что мы сможем пойти от классической формы образования на программах, на которых учились большинство политиков, поэтому они поддерживают эту систему. в рамках своей государственной политики. Я думаю, что мы сможем изменить государственную политику в этом сфере фундаментально. А что «Бродячий кампус» это тоже очень интересный концепт. очевидно, что после пандемии нам придется адаптировать свои образовательные практики, офлайн с онлайном можно объединять. И вот этот переход из оффлайна в онлайне преподал нам очень важные уроки о том, что такое преподавание в университете. Меня причем конкретно это научило очень многим о том, как мы передаем знания и как в рамках университетов это происходит. В текущей ситуации человечество очень много знаний, но много из них никто не может, многие не могут достичь этого знания, потому что до них просто не доходит образование. Ну, вот здесь вот группа университетов из нашей школы дизайна в тундре и они работают вместе с местными с кольным населением над проектами дизайна, дизайн-проектами для местного сообщества. Опять-таки, для студентов это обогащающий, очень обогащающий опыт. Это изменило их жизнь, их подход к дизайну радикальным образом. И, конечно же, они получают поддержку местного правительства, очень серьезную поддержку местного правительства, которые помогали этому проекту совершиться. В некоторых ситуациях иногда студенты просто переосмыслили свое понимание дизайна и его важности, а также природу продукта, который они создают. Что такое вообще продукт? Мы ведь дизайнеры продукта, мы работаем на создание продуктов, мы работаем над вашими будущими покупками, то, что мы создаем, вы будете покупать. Естественно, мы сконцентрированы на эстетике коммерциализации, и тут они по-другому совершенно на это взглянули. А что еще? Любопытно, как знания распространяются, как местные и студенты обменивали знаниями, и преподаватели в том числе. И учитывая, что он недавно признал знания коренных народов важным элементом научного знания, очевидно, что вот в этой, в рамках таких проектов создается плавильный котел для нового знания, для создания новых решений, очень сложных проблем. Необходимо демократизировать знания и передачу знаний. Необходимо работать сегодня 90% научного исследования это библиотечное исследование. Вернее, они стоят на полках и их никто не читает. если мы действительно могли поговорить с людьми, которым нужны изменения, они могли поговорить с дизайнерами, тогда мы сможем адаптировать наши программы под это. И вот это можно сделать при помощи хабов, при помощи международных сетей, где научные сотрудники и группы студентов могли бы отправляться в те места, где существуют проблемы, чтобы решать реальные проблемы реального населения. И в то же самое время познакомиться, действительно глубоко познакомиться на основе глубинного опыта с этими реальными проблемами. вот тогда вот тогда мы уже будем выпускать гораздо больше более толковых студентов. И для того, чтобы это работало, нужно изменить наше представление к образованию вообще по разным причинам. Как мы поняли, в рамках пандемии необходимо адаптироваться, необходимо быстро изменяться, но мы также поняли, что будущее нам предсказать неизвестно никаким образом. И мы также понимаем, что когда возникают сложные проблемы, действительно сложные проблемы, необходимо располагать некой адаптивной моделью, адаптивными учебными программами, которые могут меняться по мере изменения проблем. Потому что если у вас есть учебная программа, которая решает проблемы прошлого и не меняются, как это часто и было в истории и до сих пор сейчас и есть, такие программы не работают. Если вы решаете эту проблему, по мере решения проблемы меняются и должны изменяться, должны развиваться и адаптироваться учебные программы. это называются иммержентные учебные программы, иммержентные, и вот за ними будущее, я считаю. Спасибо вам большое, я с удовольствием отвечу на любые вопросы, если у вас есть какие-то вопросы, их переведут, и я смогу их отрести. Так, ну, вопросов нет, спасибо большое, что уделили время, спасибо, в таком случае.